Глупо предполагать, что просто увеличение финансирования решит вопрос. Когда финансирование не связано с отчетом за эффективность его использования, а сейчас фактически нет конкретной взаимосвязи, она ручная. То есть этот анализ с очень многими субъективными факторами связан. Тогда и получается, это тупиковый вариант, тупиковое направление. За деньги нужно бороться. Механизм выделения средств должен быть прозрачным, это самое главное. А когда он в ручном режиме, он становится непрозрачным. К сожалению, сейчас это всерочный режим. А когда он в ручном режиме, то есть повод, или это маневр для злоупотребления, даже поневоле. Когда речь идет о деньгах, это даже не сколько количество денег, сколько гарантированное их получение. То есть лучше меньше, но точно. В чем постоянная проблема? То есть у нас, причем опять же, это же не только в спорте, это во многих сферах. У нас вообще принцип получается какой? Почему у нас Министерство финансов и Управление финансов всегда имеют главенствующую роль? То ли в Кабмине, то ли в обладминистрациях, то ли в городадминистрациях. Потому что у нас всегда бюджет планируется больше, чем есть денег. То есть задача Минфина или Управление финансовым фиксирование. Фиксирование и аудит за использованием, а не, скажем так, за счет отношений с конкретным чиновником, решение вопроса по выделению этих средств. Когда запланировано больше, а есть меньше, всегда опять же есть повод злоупотребления. Вот точно так же и здесь. То есть лучше весь спорт в целом будет получать меньше денег, но они будут точно выделяться срок в срок по календарю, как положено, чем так, как сейчас. То есть соревнования приходятся от некоторых отказываться, потому что ты даже не знаешь, получишь ты деньги под них или нет.